Как-то все камеры сразу закрыли, девочек сзади. Здравствуйте. Хотела задать такой вопрос о сцене. Вы сказали, что у юмора такая специфика. Отошел немножечко, и ты уже как бы не в тени. Вы считаете, что в юморе есть понятие мода? Понятие моды есть во всем, и в юморе тоже. Конечно, обязательно. Но есть актеры, писатели, которые вне моды. Вот это мне нравится больше всего. Как одежда, которая вне моды, когда есть стиль. Вот это для меня выше, чем моды, и для меня интереснее. А от кого из современных юмористов вам не скучно? Юмористов-писателей? Нет, выступаешь, артистов. Провокатор. Ну, я вам сейчас скажу, а вы сочтете. Понимаете, вы же не всех даже слушаете. Просто так написать фамилию. Слушаю. Мне по-прежнему интересны, вот это старшее поколение, чтобы вы не сказали, мне по-прежнему интересен Володя Винокур, потому что он работающий человек. Он такой выкладывающийся. Он, у него этот театр, он любит этих детей, которых он выращивает и дает им путевку в жизнь. И он очень хороший друг. Он замечательный товарищ. Понимаете, мне с ним комфортно, еще и потому, что мне с ним не надо соперничать. Мы выходим на одну и ту же сцену и даже исполняем одних и тех же авторов. И даже больше того, автор, который пишет мне, которого я открыла, он мне потом говорит, а можно я еще Володя напишу Винокур? Пиши. Я их познакомила. И теперь мне известно, кому он пишет больше, мне или Володя Винокур. Понимаете, мне иногда, иногда, интересны эти ребята, Дани Лец, и мои сини, как и ролики. Они мне интересны иногда, потому что эта пара, она так уже понимает друг друга, вот таких пар. Ну, в самом деле, я могу вам сказать, что мне каждый из них интересен по-своему. По-своему. Я не могу, я на концерте новых русских бабок, я хохотала два монолога, как резаная. А потом мне сказали однообразные. Ну, понимаете, каждый актер рассчитывает на какую-то дистанцию. Но по жизни у каждого есть сольный концерт, потому что нужно жить, зарабатывать деньги, кормить семью. Что я вам буду рассказывать? Вы же не просто так ночью сидите здесь. Ваш персонаж, тетя Соня, она собрала уже очень много миниатюр вокруг себя и так далее. Почему один молодой человек разговаривает? И не было ли идеи создать некий спектакль, моноспектакль вокруг этого, как-то его развить в какое-то полноценное полнометражное полотно? Ой, меня бы стошнило. Нет, ну невозможно. Тетя Соня, правда, это живая жизнь. У Кодессы что-то такое может быть? Нет, не знаю, не возникало. Это такая живая жизнь, она уже пережила всех. Уже таких тетей Соня нет. Ну, что бы я ни играла, куда бы я ни входила на сцену, ждут. И когда я становлюсь в эту штуку, в зале говорят «О!». Понимаете, я ничего с этим делать не могла. Причем я хочу вам сказать, что персонажи, у каждого артиста появлялся скиллы. Пима Шифрин у него был, ай-ай-ай, Люся. У Хазанова был кулинарный техникум. У каждого появляется с каким-то заметным персонажем. Ну, все придурки. Ну, что, а кулинарный техникум, все недотепы. Тетя Соня мудрая. Это единственный персонаж, как Хаджана Свидин. Пошла, обижу, спела. Мне от нее так легко жить, не представляете себе. Я выхожу в тетю Соню, могу говорить все, что угодно. Кому угодно цепляться. Понимаете? Что угодно вытаскивать. Говорите, если они не очень... Я бы зал раскрутила на эту тетю Соню постраду. Но достаточно того, что было. Поэтому тетя Соня, это кусок меня. Это папа и мама. Если вас это интересно. Вот так разговаривали мои родители. Вот так они жили в Киеве. Вот так они разговаривали. Собирательный образ. Собирательный образ. Такое собирательное. Это было маленькое местечко в Житомирской области. Так люди говорили. Это вошло в меня, как входит мама и папа в меня. Мама говорила папе, Бора, ты уже 40 лет живешь в Киеве. И ты не можешь ни одного слова правильно сказать по русскому языку. Все. Понимаете? Что для вас бакинская публика? Ой, я так давно ее боюсь. Вот я не первый раз. Мне казалось, что вот если пройдешь Баку, все остальное не страшно. Ироничные, самодостаточные. Можно просидеть весь концерт вот так. Ну и все, я эту четку не поняла ничем. И вдруг она кричит, браво. Я чувствую себя таким, я почти весь концерт над ней трудилась. Я уже говорю, что ты сама себя обнимаешь. Может она сидела в первый ряду, поэтому ей неудобно было. Ну слушайте, ну раз ты села в первый ряд, ты готова ко всему. Ну что ты что? На тебя могут брызнуть водой там. Ну ты села в первый ряд. Нет. Ну вот это Сережа. Он же не растерялся, он вот, ой, как ступеньки, никак не мог вспомнить, как эти ступеньки. Потом он сказал, можно я вас просто на руках туда отнесу, чтобы уже я его не мучила. Понимаете? Это же такая какая-то живая, живая, живая вещь. Мне нравится, что Баку по-прежнему такой интернациональный город. И сегодня я в зале это увидела. Красивый театр, очень комфортный. Небольшой такой, вот большой этот зал ваш, который... Да, бывший Ленин. Да, бывший Ленин. Боже мой, там было сколько? Три тысячи, четыре тысячи. Это, представьте, у меня был сколько? Две тысячи. Вот у меня... Три тысячи. Три тысячи. У меня был битком забитый зал. Вот. Мне было там очень хорошо. Ну понимаете, такая совершенно... Я же должна была их всех. Маленький зал. Очень доступный. Я прошу всегда, чтобы в зале был свет, чтобы я видела. Я без... Есть актеры, которые не видят зал, не хотят. А я хочу видеть зал. Мне было так классно видеть зал. Конечно, они мои партнеры. Классно. Я видела этих девочек наверху, которые кричали, что они из черновцов. Я видела этого дядьку, который ржал так, чтобы мне казалось, что он выпадет сейчас с балкона. И этого фотографа, да? Абсолютный русский язык. Казахи говорят по-русски так. С ума может... Русские должны приехать туда и учиться. И я даже думала, что такая какая-то реакция, посудя по... С тем, с кем я общалась сегодня, когда платишь деньги на базаре, они очень быстро хорошо все понимают. Но когда они платят деньги, думаю, сейчас у меня будут там проблемы. Мне было очень хорошо. Баку – это красиво, это вкусно, это хорошо. Это красиво одетые люди. Мне только немножко жаль, что такой старый Баку, который я помню, исчезает. Вот это увитый плещом, виноградником, немножко исчезает. Появляется... Это очень красиво. Особенно, когда ночью подсвечена елочная игрушка. Ну, когда мы сегодня ехали на рынок, потому что я хотела пообщаться, и вот там восстановить, оставить какие-то маленькие улочки, для того, чтобы поколение видел, что такое Баку, вот тот, который я понимаю. Вот Фаэйто, Баку, это. И мне рассказывали те, кто здесь бывал, наши актеры на гастроли. Кларка, ночью, иди на набережную, иди смотри. Красота такая. Люди, которые обвездили весь мир. И знаете, сколько народу хотят сюда приехать? Посмотреть город. У меня сейчас будет другая картинка Баку. Замечательный актер, замечательные голоса. Я хочу их слышать. Дарю вас здоровья, берегите себя. Рад вас приезжать. Спасибо. 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 Продолжение следует...